Девушки отдыхают Курск. Мы здесь изготавливаем плитный фундамент под будущий энергоэффективный монолитный дом iHouse Thermo Plus. Наш фундамент также считается энергоэффективным, ну а самый энергоэффективный фундамент это плитный фундамент. И как его изготовить и как заложить инженерные коммуникации вы увидите в этом обзоре. На нашем канале есть много фундаментов, где мы изготавливаем, но в основном это плитные фундаменты с ребрами вниз. Так как у нас в Подмосковье все-таки снега больше, и из-за этого заказчики хотят дом поднять на 2-3 ступеньки выше от уровня земли. Здесь Курск. Ну это желание, во-первых, заказчика такой фундамент, и второе, здесь снега все-таки поменьше, я так думаю. Все-таки это южнее, и близко здесь уже Украина, Сумская, по-моему, область. Итак, парни, девчонки, здесь уже у нас изготовлена подушка. Песчаная подушка должна быть минимальная толщина 300 миллиметров. Если вы увидите устройство фундамента, откроете, то там написано черным по белому. Песчаная подушка неотъемлемая часть фундамента. А если это неотъемлемая часть фундамента, ее надо трамбовать и проверять динамическим плотномером. Если это у вас подушка под фундаментом просядет, из-за того, что вы неправильно утрамбовали грунт, то у вас возникнут пустоты, и в дальнейшем у вас просто плита повиснет в воздухе. Такие вот могут возникнуть проблемы. Здесь мы трамбуем уже сегодня четвертый день, ну и заодно собираем канализацию. Итак, парни, поехали, не отключаемся. Будем смотреть, как изготавливается этот фундамент. Итак, первоначально, где была выемка грунта, плодородного слоя, где здесь уложен дренаж, это в видео не попадет, потому что на этом объекте был мой коллега. Далее он сейчас у нас уехал в Москву, эстафету принял дальше я. Итак, с того момента, как у нас уложено это все, мы и начнем. Субтитры подогнал «Симон» Итак, парни и девчонки, здесь вот вроде бы участочек такой небольшой, а у нас ушло. Чуть более 170 кубов песка. Вот представляете, на такой маленький пятачок. Объясняю, почему. Потому что сейчас хейтеры начнут, куда строители. Больше песка им нужно. Для чего? Продают они его. Строители песок не продают. Его покупает заказчик на карьере. И этот песок остается здесь. Когда несут люди такой бред, мне просто смешно. То ли с головой не в порядке, то ли на самом деле хейтеры. Правильно, по-моему, я называю. Итак, объясняю, почему здесь столько много ушло. Во-первых, плодородный слой здесь. Плодородный слой, он бывает разный. У кого-то штык лопаты, а у кого-то может быть полметра. Здесь 300 миллиметров фактически снятый плодородный слой. Он в той части. И здесь очень большой перепад высот в пятне застройки. Я вам сейчас покажу какой-то участок. Здесь прямо террасами. Если взять весь участок, метра три перепад высот. Чем больше перепад высот в пятне застройки, тем больше песка. От этого никуда не денешься. Ну, физика такая она. Или дом закапывать в землю, чтобы на него вода лилась. Или надо все-таки его как-то поднять, чтобы избежать его подтопления. Итак, здесь ушло около 170 кубов песка. И у нас толщина здесь песчаной подушки от 600 и даже вот местами до 750 миллиметров. Вот такая у нас толстая песчаная подушка. Для тех, кто хочет применять, как мы правильно делать фундаменты, пользуясь динамическим плотномером, это уже кто сам строит, сам себе прораб, сам у себя рабочий. Объясняю, как им пользоваться. Инструкцию вы найдете, конечно, на сайте производителя, скачаете ее в формате PDF. Но как пользоваться послойным трамбованием, этим динамическим плотномером? Ну, трамбуете примерно 100-150 миллиметров первый слой. Проверяйте динамическим плотномером. У вас, на самом деле, вы до конца проверить не сможете из-за того, что толщина песка очень маленькая. Но вы примерно смотрите. Дальше насыпаете еще 150 миллиметров и опять трамбуете. Может, 200 трамбовать миллиметров. И вот тогда уже вы проверяете динамическим плотномером уже вашу плотность. Если надо, проливайте. Если пасмурная погода, дождик и сам песок с карьера идет сам по себе сырой, то даже проливать не надо. Потому что чрезмерное увлажнение грунта влечет за собой что? У вас просто трамбовка может там провалиться, как в болоте. Итак, вот так идет послойное трамбование. Четыре дня мы уже потратили фактически, отвлекаясь на разбивку и на канализационные трубы. Но мы еще здесь будем дотрамбовывать. Итак, парни и девчонки, я вам сейчас даже покажу перепад этого участка. Вам понять, какие большие здесь перепады. Вот смотрите, здесь уже сделана была до нас подпорная стенка. И вот там еще одна подпорная стенка. Вот так участок. Сделан поделен на три террасы. Террасного типа. Это вот у нас вот такая стройплощадка. И когда вам именно говоря, как пример, за миллион или за два, или за пять, что мы вместе с материалом вам построим дом или фундамент, я вам приведу пример. Вот как люди без геологии, без стопосъемки могут посчитать вам даже элементарно материалы, не то что работа. Вот если будет, вот у вас есть примерно такой участок. То есть вы заранее нарываетесь на мошенников. И все. Ну а теперь вернемся к нашему фундаменту. Так как у нас основание фундамента уже готово, после этого делается разметка. Уже по готовому основанию фундамента. Мы делаем посадку пятна застройки дома. Субтитры сделал DimaTorzok У нас в итоге появляются границы нашего фундамента. Мы знаем, где у нас границы фундамента. От него мы делаем отметки каких-то внутренних перегородок. Это санузлов там или еще каких. И уже потом мы знаем точный размер, где у нас точки будут подключения к канализации. Туда просто забиваем пруток арматуры. Это как маяк, где у нас будет проходить, выходить вернее канализация. В дальнейшем мы по этой схеме, которая у нас есть, прямо на поверхности собираем канализацию, потому что танцы с бубном уже в траншеи, они никому не нужны. Мы собираем ее на поверхности. И после этого уже по готовой схеме собранной мы выкапываем траншею. Одна из особенностей, когда мы проводим канализацию уже в утрамбованном грунте. Этот грунт не просядет. И в дальнейшем, если мы сделаем уклон и подсыпем песочку, потому что мы все равно траншею, когда копаем для канализации, мы идеально вывести уклон, но это проблематично. И мы копаем траншею, потом подсыпаем песочку и берем наш нивелир, рейку и выставляем уклоны. И подтрамбовываем вручную. В дальнейшем, после этого мы укладываем трубы канализации, также выставляем по уклону с помощью лазерного нивелира или нивелира простого, разуклонку. И уже в дальнейшем мы засыпаем, трамбуем вручную и потом именно трамбовкой. Вот такой способ в прокладке канализации, он самый лучший. У вас канализация никогда не прогнется и у вас не будет застаиваться вода от отходов жизнедеятельности человека и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Самые внимательные заметили, когда мы укладывали нашу систему, собранную к канализации, то у нас, где у нас находятся точки подключения, вбито по два прутка арматуры. То есть мы вставляем наши выходы именно как в скобу между двумя прутками арматуры. Это нужно для фиксации по месту положения, чтобы у нас никуда не съехала ни влево, ни вправо наша именно труба. И самое главное, это наши точки именно подключения. Итак, у нас уложена канализация, водоснабжение, гильзы заложены, также у нас футляры для подачи электричества заложены, заземления, канализации. Так, у нас здесь еще сделано футляр для вот этого септика, который установили местные ребята. Там два будет перекачивающих насоса. Здесь у нас будет щиток. В принципе, мы протрамбовали. Опять там, где мы раскапывали, весь этот грунт утрамбован. Ну, в принципе, на этом сейчас заканчиваем. И мы начнем готовить нашу теплоизоляцию. Теплоизоляция вон уже лежит. Выведены эти гильзы для водопровода. У нас вот, видите, закладка. Надо просто ее откопать. Там на глубине метр примерно будет у нас гильза одна. И вот здесь еще две гильзы. Дамы и господа, после проведенных этих всех работ, мероприятий, мы можем смело приступить к нашей теплоизоляции. Мы делаем утепление основанием фундамента. Для этого надо правильно выбирать утеплитель, который выдержит большие нагрузки. Если вы хотите узнать, какой утеплитель держит большие нагрузки, можете зайти в описание под видео или в закрепленный комментарий. Там будет ссылка на эту тему. Если вы купите простой пеноплекс комфорт, то ваши потраченные деньги на теплоизоляцию будут зря. Она работать не будет, ее сплющит. И у вас будет просто работать она как гидроизоляция, не более. Далее, если вы сейчас посмотрите в дальнейшем, как мы теплоизоляцию вот эту все монтируем, то вы обнаружите, что мы ее склеиваем, а в дальнейшем еще все швы шприцуем. Потому что вот здесь уже срезано все. Но мы эти швы шприцуем. Для чего их шприцевать? Чтобы у нас не было никаких зазоров именно между стыками теплоизоляции. Если эту процедуру вы не проделаете, вам нужно тогда еще покупать гидроизоляцию. Так как через швы вся влага может добраться до основания плиты фундамента. Если вы зашприцуете, то у вас получается однородная конструкция из утеплителя. И никакая влага оттуда не поднимется и не дойдет до вашего фундамента. Также надо теплоизоляцию монтировать так, чтобы она выходила за пределы фундамента на 100-150 мм. Для чего это надо делать? В дальнейшем на этот выпуск теплоизоляции мы уже, когда у нас будет готовый фундамент, стены, мы просто сверху ставим нашу теплоизоляцию. И когда утепляем наше здание уже снаружи. И у нас получается безразрывный контур утепления. Итак, парни и девчонки, поехали. Смотрим дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова